Сегодняшний наш урок будет посвящён нескольким очень забавным стихотворениям. Первое произведение под названием «Что красивее всего?» написано Борисом Захадером. Ребёнок спросил ни с того ни с сего. «А ну-ка скажи, что красивее всего?» «Да, вот так вопрос, что красивее всего?» Ответить я сам не сумел на него. И вот я решил послушать ответы других обитателей нашей планеты. Деревья и травы сказали в ответ. «Да что же прекраснее, чем солнечный свет?» «Да что же прекраснее ночной темноты!» Откликнулись совы, сычи и кроты. «Лиса!» Отвечали мне волк и лиса. Орёл свысока процедил. «Небеса!» «По-моему, море!» Ответил дельфин. «Мой хвост, без сомнения!» Крикнул павлин. «Спрошу мотылька» Отвечает цветок. «Спрошу у цветка», — говорит мотылёк. «Кто славит поля, кто полярные льды, Кто горы, кто степь, Кто мерцание звезды?» А мне показалось, что все они правы. Все. Звери и птицы, деревья и травы. И я не ответил, увы, ничего На трудный вопрос, что красивее всего. Как вы думаете, почему рассказчик не смог ответить ребёнку, что же красивее всего на свете? Ведь он провёл настоящее исследование этого вопроса, опросив самых знающих представителей нашей планеты — деревья, травы, животных и птиц. Ответ прост. Для каждого из нас Самым прекрасным будет являться что-то своё. Кому-то нравится солнце, Кому-то спокойствие и таинство ночи. Кому-то море, Кому-то снежные вершины. Кто-то ценит родные просторы, А кто-то покорять новые горизонты. Для кого-то, Как, например, для павлина, Вообще важен лишь его внешний вид. Но именно всё это вместе и создаёт красоту нашего мира. Посмотрите, Сколько забавных моментов в этом стихотворении. Например, Мотылёк и цветок создают идеальную гармоничную пару. И тот и другой признают друг друга самыми прекрасными созданиями на свете. Ведь они так зависят один от другого в жизненном цикле. А уж как выделяется в этом произведении павлин, Нахваливающий свой хвост в то время, Как остальные восторгаются красотой природы. Эти юмористические вставки, А также остальные ответы обитателей Земли, Создают удивительное И очень по-философски тонкое произведение. И самое главное, Что отражает здесь автор, Никто не спорит друг с другом. Все они по-своему правы и едины. Прекрасен весь мир И каждый уголок в нём. Следующим произведением, А точнее несколькими произведениями, Будут наверняка известные вам Песенки Винни-Пуха, Того же автора. Да-да, знаменитый мультфильм Основан на произведениях Этого чудесного детского поэта. Пу-пу-рум-карам вопилки. Пум-пу-пум-пум. Если я чешу в запылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, Но кричалки и вопилки, А также шумилки, пыхтелки и запилки, Сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, Если он худеть не станет, А ведь он худеть не станет, Если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трампа-ра-па-пампа-ра-па-пампа-па-пампа-па. Пум-пу-румпа-пу-пу-пу-трамп-пампа. Пум-пу-румпа-пу-пу-румп-ум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-пум-пум. Это же неспроста. Само Деева жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. А зачем тебе жужжать, Если ты не пчела? Помой ему так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. Помой ему так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. Помой ему так. Если б мишки были пчелами, То они бы ни почем Никогда и не подумали, Как высоко строить дом. Ой! Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Да! Легко заметить, Каким уверенным в себе И в своих убеждениях Является этот забавный медведь. Он весел, задорен, Оптимистичен. У него всегда все хорошо. Была бы еда рядом, А в особенности мед. Он убежден, Что в гости надо ходить С самого раннего утра. И хозяева, скорее всего, Даже не сумеют поспорить С такой верой в собственные идеи. Он убежден, Что в день рождения Лучшим подарком Будет непременно мед. Ведь он сам так его любит. Винни-Пух Очарователен в своих принципах. Но мы, безусловно, Не должны забывать выводы, Сделанные после первого стихотворения, Что красивее всего. Для каждого живого существа Понятия красоты, Приятности и пользы Будут различны. И то, что кто-то обожает мед, Вовсе не означает, Что эта сладость нравится всем.